В Шумерле грядут выборы, на этот раз молодежного парламента. Кто, если не мы? Эту фразу можно считать девизом детского парламента. Ребята уже сейчас не просто хотят знать, как управлять городом и республикой, но и принимать в этом участие. Когда я узнал, что создается этот молодежный школьный детский парламент, я захотел вступить в него. Мне это стало очень интересно. Стало интересно, смогу ли я пройти, смогу ли я доказать обществу, что именно мои идеи правильны, и что именно мои задумки нужно поддерживать. На этот раз заседание детского парламента, выездное, в Шумерлинской школе номер один собрались лидеры парламента и активисты разных учреждений. Социальная сфера и сфера ЖКХ, бюджет и законотворчество. Ребята разделились на группу по направлениям и обсуждали проблему города и пути их решений. Мне очень приятно, что я могу поучаствовать в жизни нашего города. И очень приятно, что первое заседание выездное проводится именно в нашей школе. И очень хорошо, что идет такая тенденция, что наше правительство прислушивается к словам молодежи. Ребята не только пытались решить проблемы, но и придумать новые творческие мероприятия. Так, например, на заседании решили провести конкурс видеороликов, посвященных Году добровольцев России. Начали готовить и большой флешмоб к 1 мая. Мы думаем, что в результате таких выездов мы узнаем о том, что вообще интересует молодежь и по возможности будем их помогать. В детский парламент Шумерли входит лишь 5 человек, поэтому администрация города планирует создать еще и молодежный парламент. Он будет состоять из 23 участников, а попасть в него могут активисты от 18 до 35 лет. Мы узнаем их имена уже в середине апреля. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Денис Ноздрюхин, Республика.